Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Артем и сегодня я расскажу об очень интересной программе под названием Master. Каждый, наверное, знает то, что операционная система Windows поддерживает несколько пользователей, будь то это xp, 7, 8, 10 без исключений. То есть мы можем создать несколько пользователей, каждый из них будет иметь свои настройки, свои папки и свой набор программ. Но, к сожалению, одновременная работа пользователей невозможно. То есть вы работаете или в одном или в другом. Так вот, программа Aster позволяет сделать из одного системного блока несколько компьютеров. Для этого у меня подключен, как вы видите, не только один монитор, но и второй. То есть у меня два монитора, две мышки и две клавиатуры. И я получаю из одного системного блока два компьютера. Можно выполнять любые задачи параллельно. Давайте я вам покажу. При этом две мышки работают одновременно. То есть вот у меня здесь две мышки. Сейчас я вам постараюсь указатели показать. Вот они, указатели. И вот я ими могу двигать одновременно. Не знаю, насколько вам видно. Теперь на одном компьютере я, например, запущу Vegas. На другом я открою что-нибудь другое. У меня здесь открыт Photoshop. Я могу здесь что-то рисовать. Здесь я могу также что-то делать. При этом это не просто многомониторная конфигурация. Это как бы два отдельных рабочих места. При этом системный блок один. Сейчас я в режиме реального времени вам покажу то, что это действительно один и тот же компьютер. Здесь у меня есть параметры. Мы используем процессор Core 5 4670K. 16 гигабайт оперативной памяти. Windows 10 Pro. И на второй машине, если так можно сказать, все то же самое. Windows 10, Core 5, 16 гигабайт памяти. При этом у нас здесь есть один пользователь, Артем. И есть другой пользователь, это User. Они работают полностью одновременно. При этом мы можем выполнять любые задачи. Как будто бы у нас два компьютера. Теперь давайте более подробно посмотрим, как все это настраивается. Итак, для того, чтобы скачать программу, я захожу на официальный сайт ebig.ru. И здесь как раз у нас есть вот такая картинка, где показывается, что используется один системный блок. И несколько пар мониторов и манипуляторов. Мышка и клавиатура. И все достаточно легко организуется. Захожу в раздел скачать. Есть бесплатная пробная версия, без ограничений причем. Один месяц вы можете пользоваться. Поддерживаются операционные системы, как Windows XP, так и Windows 7, 8 и соответственно 10. Здесь все это можно скачать. И в том числе прочитать про какие-то особенности под той или иной операционной системой, как программа работает. И вообще посмотреть возможные ответы на ваши вопросы. Я уже программу скачал, установил и выглядит она следующим образом. Здесь есть несколько вкладок. Основные настройки, терминалы, расширенные настройки и о программе. Ну и давайте разбираться. Перед тем, как производить какие-либо манипуляции в программе, вы должны расширить ваше изображение на оба монитора, а также выставить нужное разрешение. Давайте я зайду в параметры экрана. И у вас здесь должно быть расширить эти экраны. И выставить соответственно разрешение на двух мониторах. На вкладке терминала у нас отображаются все наши терминалы, то есть количество компьютеров. Я кликаю правой кнопкой мыши и мы можем зайти в настройка панели терминалов. И здесь, как мы видим, может быть 12 рабочих мест. Что у нас здесь вообще имеется? Во-первых, это мониторы и манипуляторы. Мы также можем подключать сюда еще и сетевые карты, выдавать различные IP-адреса и в том числе и звуковые карты. Можно сделать, например, так, что вы играете в какие-то сетевые игры. И у вас две сетевые карты, две звуковые карты и вы можете за одним системным блоком играть вместе, как будто бы у вас два компьютера. Это один из сценариев использования. Так вот, по умолчанию мониторы у вас будут располагаться здесь. Вы просто их перетаскиваете на нужный терминал. То же самое и с мышками и клавиатурами. То есть, вы просто перетаскиваете нужную мышку и она работает уже на том или ином пользователе. Вот так все удобно сделано. Не забывайте нажимать на кнопку применить. Дальше у нас здесь показывается в разделе общие, какие элементы у нас общие для обеих машин. В данном случае это звук и микрофоны. Что касается манипуляторов, то здесь есть еще очень интересная настройка. Кликаем просто по пустому месту правой кнопкой мыши. И здесь у нас есть настройка. Аппаратный курсор. Мы можем использовать либо программный курсор, либо аппаратный. Аппаратный курсор лучше всего использовать для каких-то графических приложений, например для игр. А непосредственно программный для обычного интерфейса. В справке более подробно об этом описано. Кстати, справка полностью на русском языке. Если вам что-то непонятно, вы всегда здесь можете все прочесть. Проблем никаких не будет. На вкладке расширенные настройки мы можем назначать IP адреса, если у нас несколько сетевых карт подключено. В том числе мы можем задавать IP адреса для, например, приложений определенных и папок. То есть, если мы из какой-то определенной папки запускаем приложение, то они, например, будут использовать один IP адрес автоматически. Из другой папки другой. Все это настраивается здесь. Также здесь есть несколько важных клавиш. Это запустить рабочие места Aster и выключить Aster и перезагрузить ПК. Сейчас у меня кнопка именно выглядит так, потому что Aster включен. По умолчанию здесь будет у вас выключено. Вы должны будете включить Aster, когда вы назначили все настройки, и перезагрузить ваш компьютер. В данном случае я могу его только выключить. Запустить рабочие места – это как раз происходит активация режима, при котором вы можете использовать ваш системный блок на несколько пользователей. В разделе «О программе» содержится информация о программе, и самая интересная настройка, самая интересная вкладка – это основные настройки. Здесь мы можем сделать следующее. Мы можем создать несколько пользователей для каждого терминала, и таким образом у нас в каждом пользователе будут свои настройки, свои программы, и мы можем совершать все действия независимо друг от друга. Можно также не создавать отдельных пользователей и выполнять все под одним пользователем. Но все-таки комфортнее будут использовать именно два пользователя. Здесь у меня пользователь Артем и Юзер. Соответственно, они присвоены для первого терминала, либо для второго. Кликаем сюда, выбираем учетную запись. Можно задать пароль и так далее. Учетную запись можно создать стандартными средствами Windows заранее. Вот так все выглядит. Далее есть галочка «Автоматически запускать рабочие места Астер при старте системы». Если вы это сделаете, то вам не нужно будет заходить сюда и нажимать на кнопку «Запустить рабочие места». То есть автоматически у вас будет производиться вход в систему под несколькими пользователями, и вы можете работать. Соответственно, мышку и клавиатуру вы можете использовать независимо друг от друга, так как пользователи у вас разные. Запускать можете любые приложения. Если вы запускаете какие-то игры, некоторые игры могут не разворачиваться на весь экран, то есть работать в полноэкранном режиме. Все это зависит от игры. Нужно читать дополнительно на сайте разработчиков. В остальном же никаких ограничений практически нет. Вы можете работать параллельно в любых программах и использовать один компьютер для нескольких пользователей. Самое главное, чтобы компьютер был достаточно производительным, если вы используете какое-то определенное количество пользователей. Вот такая очень простая в понимании программа, которая позволяет из одного компьютера сделать несколько. Опять же, как я и говорил, нужны мониторы, манипуляторы. Если нужны еще для каких-то дополнительных фишек, это сетевые карты вы также их подключаете и звуковые карты. Более того, мы можем еще и поиграть параллельно, то есть поддерживаются еще и полноэкранные приложения. Правда, не все игры могут работать в полноэкранном режиме. Дополнительно про это почитайте на официальном сайте разработчика. Вот сейчас я открыл Assassin's Creed Syndicate. Все отлично идет. А на второй машине я опять же могу делать что-то другое. Вот открыть, например, CPU-Z. Здесь же у меня запускается игра. И таким образом мы можем выполнять любые параллельные задачи. Вот, например, я одновременно рисую в фотошопе. Что ж, подписывайтесь на канал, ставьте свои большие пальцы вверх, вступайте в группу ВКонтакте, посещайте мой сайт. Все ссылки в описании к этому ролику. Также не забывайте делиться моими видео с друзьями в социальных сетях. Чем больше просмотров и подписчиков, тем больше интересных обзоров. И до встречи в следующих видео. Пока-пока.